Сегодняшний день начался с пролога, на котором мы приехали с ненастроенной подвеской, к сожалению, потому что мы что-то даже не ожидали, что он будет настолько ровный, настолько тычковый, с такими поворотами крутыми. Подозревали, что может быть что-то более-менее похожее на какую-то циклетную трассу, на которой там какие-то есть воронки и тому подобное, какие-то более сглаженные, быстрые повороты. Ну и поэтому, в принципе, приехали вторыми, сразу за Анастасией Никонтовой. Я думаю, что для нас это была идеальная позиция, потому что изначально наша тактика строилась на том, что пролог выигрывать не надо, ибо, как мы поняли, что день будет навигационный, нужно просто к первому месту, к тому, кто первым будет ехать, как-то присосаться и ехать без навигационных ошибок. Но мы стартовали спецучастки, и получилось таким образом, что мы, в принципе, потеряли всех участников. То есть перед нами стартовала Анастасия Никонтова, и мы как-то ее потеряли. Мы уехали дальше, и больше никаких участников за весь день не видели. Ни на сервисе, ни на старте, ни на финише, в общем, нигде. Было даже страшно. Мы подумали, что где-то они там уже все остались. Но, в общем говоря, я думаю, что мы сегодня очень хорошо проехали, в частности, навигационные, потому что сегодняшние спецучастки, они были безумно утомительные, они меня, если честно, реально достали уже до тошнотиков, потому что, как таковых частей для пилотирования, их было процентов, наверное, 15-20 от силы. Таких интересных, хороших, скоростных именно на технику. Все остальное, это была навигация. Навигация по курсам, причем в дюнах, в полях, да и вообще везде. Это уже настолько достало, на самом деле, за все спецучастки. Потому что делаешь первый круг, находишь там в этой пустыне, в этих дюнах, ну, штук, наверное, 10 или 12 точек. Все, как-то выбираешься оттуда, делаешь все эти круги индейца, ищешь их. Приезжаешь туда на втором круге и вообще все по-новой. Как будто никто там не ездил. Причем, я не понимаю, почему так получилось, но мы вроде как первый круг в этих дюнах проехали достаточно ровно от точки до точки. Ну, где-то там, может быть, поблудили, поискали. Но остальные участники почему-то не стали ехать по нашим следам и накрутили своих. И поэтому вся эта пустыня, она вот такими полосами изуродована. И там просто невозможно найти какую-то правильную дорожку. Которая ведет от точки до точки. Мне это поразило, это очень сильно утомило. Просто безумно. Я очень устал до сегодня. Я никогда такого утомительного спецучастка вообще не испытывал. Короче говоря, сегодняшний день – это успех моего штурмана Ивана Безденежных. Самого молодого, амбициозного и успешного пацана на свете. Потому что именно он сегодня нас вывел из этих всех каких-то безумных, феноменальных по навигации дюн, этих полей. Где, как я посмотрел по первому спецучастку, там у всех пенализации на несколько часов. А у нас ни одной, к счастью. Я надеюсь, что в последующем у нас тоже не будет никаких пенализаций. Мы являемся, как я видел, одними из двух участников, кто ни одной пенализации не получил за все эти точки ограничения скорости. В общем, наш успех – это Иван. Это полностью. Я ему посвящаю. Честно. КОНЕЦ